Прогулка по улице Щедрина не оставит ни одного человека равнодушным. Здесь есть и красивые высокие дома, сделанные из кирпича и украшенные длинными шпилями, которые уходят в небо, а также старинные постройки, которые отвечают веянию времени только пластиковыми окнами. Но среди всего многообразия домов расположился один, выбивающийся из общего ряда, гниющий от дождя доски, осыпающаяся крыша, балка, которая вот-вот упадет, а сам фундамент словно засасывает в землю. Страшно подумать, что в этом доме могли жить люди. Но так оно и есть. Полжизни здесь провела Александра Никишкина. Сейчас я одна. Сейчас я одна живу. Еще пять лет у нас коммуналка. Две семьи уехали. А зачем вы уже сами видите, знаете. Вот. В таком состоянии разве можно жить? По словам Александра Ивановны, дом начал разрушаться всего два-три года назад. Но стоит только шагнуть внутрь, как становится страшно. Стены разошлись трещинами, а стоит пройти дождю, как с потолка начинает капать вода. Побелка на потолке уже потеряла свой былой вид. Некогда красивые комнаты теперь сохранились только на фотографиях. А совсем недавно произошел и вовсе страшный инцидент. В одной из комнат рухнул потолок. Как заявляет Александра Никишкина, дыра в потолке сквозная. И рушится он не в одном месте. Хозяйка строго-настрого запретила оператору даже зайти внутрь, чтобы сделать пару кадров. А то мало ли что. Приехали туристы. Человек 40 даже побольше, около 50. Они проходили мимо дома и фотографировали крышу, фотографировали окна, все эти рисунки. Ну и вот. А я вышла и говорю, что я когда бы здесь рисую, фотографирую эти рисунки, все эти. Вот. Вы зайдите, я вам покажу чудеса. Ну и вот. Я даже показала эту квартиру, какая крыша рухнула. Конечно, они удивились сегодня. Ничего себе, как же так можно жить ярко, если люди не живут. После таких фотографий к Александре Никишкиной в гости зачастили журналисты. Правда, они только освещают проблему. Сама хозяйка ни в какую контору не обращалась. Сейчас ей очень сложно передвигаться. Пробовали соседи, но никакого внятного ответа они не получили. Родственники Александра Никишкиной помочь тоже не могут. Один работает круглые сутки на заводе, а у другого первая группа инвалидности. Поэтому вся надежда на постоянных гостей с камерами и фотоаппаратами. В общем, каждый день они ходят и фотографируют. Ну, может быть, Богу даст ли что-нибудь и фотографируют. Может быть, по-моему, чем квартира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова